Всем привет! Начинаем насыщенный влог. Хотите новую польскую загадку? Зимой и летом одним цветом. Дрова. То ли плакать, то ли смеяться. Смотрите, как прикольно у нас примастился керамический кот на ступеньках. Я допиваю свой кофе и поехали на представление к мальчикам. Субтитры создавал DimaTorzok за спортивной одеждой для мальчишек и решили посмотреть лыжи. Возможно, есть что-то на распродаже. Я вообще без понятия, сколько стоят нормальные лыжи и все части к ним. После представления поехали, поужинали с бабушкой и с дедушкой. И сейчас ищем форму на футбол, а то мальчики выросли. Сидим с кнопиком. Чуть-чуть устал, раскапризничался. Ну ничего. Мама нашла способ исправить ситуацию и успокоить. Запишено. На санках сидим на полу. Боже, какой сегодня ужасный воздух в Кракове. По радио миллион предупреждений, что лучше никуда не выходить гулять. Я думаю, что мы куда-то убежим на выходные. Это не просто туман, но еще и смог. Удаусе. 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 День рождения. Может, это кто-то решил маму поздравить? Я даже не знаю. Удаусе. 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 Ну что это? Удаусе. очень универсальный подарок получился я обрадовалась шарику а мальчики коробки захар сидит типа папу встречает только не подсказывай над привет для тебя касс ты мне не знаю написано не сподзорка это очень тяжело отворяю а а а будем делать курочку на пару но также можно немного поджарить честно говоря я считаю что очень сильно завышена цена на этот прибор особенно если сейчас доступны какие-то мультиварки вообще классная другая техника но то что она меня вдохновляет это точно она он кнопки пришел помогать и мы готовим более разнообразно сейчас съешь всю паприку какой ты грязный о блин а что с тобой жизнь как она есть называется мама тут слушай значит готовит а ты чумазый человек сейчас секундочку у мальчиков свои игры они сегодня нарисовали ручкой нос игнашкину и она не хочет смыться ну ходи так сейчас все и захару нарисуем что кто-то же до этого додумался вдвоем будете страдать так и наш нажимай тут пожалуйста вот и крути о блин вот у меня лично не было настолько мощного блендера который за 4 секунды мог бы перемолоть до такой консистенции овощи это конечно несомненно плюс и что дальше узнаете стоишь и ты пишешь читаешь обычно у меня это честно говоря все как-то более интуитивно теперь как вкусно отварить рис берем кастрюлю я буду прямо здесь это делает и сюда наливаем воду 1200 миллилитров на 250 грамм риса что и наш секундочку сейчас мама закончит рассказывать добавляем немножко оливкового масла и 2 столовые ложки овощного бульона у меня такое можно его кстати сделать здесь и наш тихо конечно же солим слушайте это прикол я хотела купить обычный рис без вот этих пакетов и нигде и не смогла найти вот так комплексно я редко готовлю целые обеды в основном что-то или по мелочам или отдельно и тома где-то полгода постоянно жаловался на желудок он вообще не ест ни фрукты ни овощи не ел точнее как только вот я купила мощный блендер он постоянно делает себе то смузи то еще что-то и наверно в этом вся суть да это когда допустим покупаешь себе абонемент в спортзал ты начинаешь ходить когда покупаешь себе пароварку то сначала у тебя такой порыв постоянно хочется и упользоваться вот так что пока что я не могу сказать что это мастер в кухне чуть ранее во влоге вы видели что я впервые встала на лыжи конечно же я не научилась ездить за один раз но мне очень сильно понравилось я говорила вам что мы собираемся поехать в спа на день рождения тома к а потом как-то все переносили дальше я начала как-то заикаться о том что классно было бы поехать именно на зимние каникулы чтобы как-то активно провести это время и был выбор между теплыми странами и таким снежным отпуском и мы решили и детям показать и самим немножко по-другому отдохнуть и мы едем в австрию завтра том их нашел очень классный комплекс мы снимаем там апартаменты я потом вам покажу то есть и детишкам будет чем заняться я что-то смогу приготовить там какие-то бутерброды не знаю какую-то кашку что-то по быстренькому знаете дети это так в ресторане есть не хочу и вообще они предпочитают то что готовлю я вот и мы сегодня едем на день рождения мне купить лыжи и когда речь зашла о подарке на день рождения я сказала что у меня все есть я реально ни в чем не нуждаюсь и вообще получила такой подарок на новый год что я не считаю нужным что-то дарить вот лишь бы что да поэтому мы решили вложиться в лыжи так что сейчас пообедаем и поедем купить мне лыжи вот такой у меня подарок на день рождения то есть у меня столько лыжный костюм остальное нужно подобрать так что пообедаем и отправимся магазин я-то значит в халате на самом деле день рождения завтра но мы проведем его в пути и так как я сама себе не могу делать сюрпризы еще и записывать это я очень не ожидала томик как-то я нашел алина спасибо мне очень приятно тут видите меч на фоне я же вам говорю что теперь у нас такая семейная традиция у меня тоже между прочим такого торта никогда не было да да вот игнат уже собрался в пижаме три часа дня пистолет да и рюкзак еще и томак организовал эти букетики для детей как мило приехали в декатлон а здесь оказывается такие классные сильные модели лыжи уже подобрали очень крутые вот эти но не могу определиться своим половинчатым размером не знаю то ли 38 то ли 39 брать белые у тебя это папа те такие выбрал это называется наученная опытом оля в первую очередь спаковала целый пакет лекарств и также в этот раз возьму с собой и ингалятор потому что если дети начинают кашлять нам часто назначают специальные ингаляции но они не теплые это просто как пар и чтобы увлажнить тоже дыхательные пути на общем отличная вещь не знаю что за бренд купили четыре года тому назад или пять и наша совсем крошечный был или еще его даже не было но короче говоря слава богу он не ломается что редкость в наше время на самом деле вот надеюсь что в этот раз нас обойдет все стороной также беру с собой чайок потому что мы снимаем апартаменты и знаете когда приедем непонятно что там будет пока найдем магазин туда все еще в холодильнике был лимон забираю тоже с собой будем пить чай с лимоном спустя восемь часов мы наконец-то на месте так так но класс какой как просторно пока томик распаковывает наши вещи я сделаю небольшой тур по апартаменту который мы сняли на шесть ночей здесь вот прихожая причем не тесная можно удобно обуться есть лавочка со второй стороны можно развесить одежду как я вам и говорила или не говорила я не помню но в общем у нас здесь также есть кухня на которой можно что-то приготовить разогреть микроволновка кофемашина здесь гостиная обеденный стол между прочим диван раскладывается если снимать для пяти человек то просто за дополнительную оплату это все вот тут у нас спальня у нас но что-то я бы не отказалась от такого загородного домика или хотя бы квартиры также также телевизор я думаю что нет времени его смотреть но тем не менее он есть отдельная комната такая мини-мини комната для мальчишек двухэтажная с телевизором ну не знаю он тоже есть и санузел душ туалет и я привет но самое интересное здесь большой диван чтобы наслаждаться красивым видом снег горы и вот это очередная часть нашей гостиницы есть как крытый бассейн так и вот видите часть снаружи то есть люди выплывают даже несмотря на то что за окном минус и самое прикольное это наша личная мини-сауна здесь поместится сразу несколько человек и мы обязательно будем ею пользоваться здесь также окно то есть паримся и кайпуем от такого вида это самый лучший подарок на день рождения я вам серьезно говорю наняли инструктора будем учиться еще здесь сама дело ботинки это уже успех это не такое простое задание как мне казалось раньше между прочим задолбали хочу на работу как мы идем на подъемник у папы уже разогрев мы учимся кататься на самом маленьком подъемнике он старый и для таких новичков как мы вот кстати они сами уже с проблем выезжают туда наверх это кажется что совершенно невысоко но поверьте мне когда ты едешь тебе нужно сообразить что сделать чтобы не убиться вот это но для меня экстрим для человека который совершенно не экстремальный они с такой скоростью съезжают с инструктора просто она им говорит делать то что сами они не делают то прыгают что как там съезжают необычно эту задом ну чтобы они могли как-то реагировать на ситуации мы только вернулись слышь вот мальчишки перекусывают и также рисует им дома купил карандаши и здесь также можно бесплатно взять раскраски бумагу на которую что-то там напечатано и я хотела немножко рассказать вам почему флахау а это именно тот курорт куда приехали мы это один из самых популярных таких семейных курортов и также курортов для начинающих в австрии я ничего в этом не понимаю для меня это все впервые и томок у нас всегда занимается поиском отеля и вы знаете когда ты едешь куда-то скажем так в зимний отпуск да то нужно учитывать то что за окном может быть реально холодно я сейчас смотрю и вижу что снова пошел снег это так радует особенно знаете когда у тебя чего-то нет повседневной жизни тут прям как и ребенок радуешься этому всему я соскучилась по снегу хотя когда я жила в киеве тогда были очень суровые зимы и там даже школы у нас закрывали когда было очень-очень холодно или мы сидели на уроках в перчатках в шапках вот тогда я думала блин я ненавижу зиму мы хотели сначала поехать в теплые страны потом сюда вот и томок нашел такое место где мы можем как бы в отеле проводить много времени чтобы здесь было много занятий именно для детей потому что даже если бы мы все ездили хорошо то целый день с утра до ночи они там не высидят это такой момент и знаете когда у тебя гиперактивные дети тебе нужно постоянно помнить о том что вот это может быть небезопасно или чем занять ребенка чтобы он не сходил с ума и реально это очень удобно когда ты можешь просто расслабиться как родитель для детей здесь конечно просто бомба потому что как бы в цене отеля есть много всяких активностей и я не хочу чтобы вы не дай бог подумали там что я хвастаюсь или что я как-то рекламирую отель нет мы здесь по собственному желанию это наш выбор и мы сюда приехали вот потому что томок нашел такую опцию я хочу сказать что это наверное самый лучший отпуск после отпуска в италии совершенно другой но тот кайф когда ты учишься чему-то новому и вообще когда ты просто попадаешь в такое место которым ты раньше не просто не был это не архитектура это совершенно как бы другая культура отдыха да здесь очень тихо здесь очень спокойно здесь нет вечером пьянок здесь все здороваются друг с другом конечно я сегодня шла одна с лыжами томок просто поехал высоко в горы и мы раньше возвращались потому что мальчики устали у нас дома есть да и я сама тянула две пары лыж вот эти палки еще сумку и захар бедный уставший там жаловался сзади и все таки улыбаются типа там привет привет но тебе никто не поможет даже там что-то куда-то затянуть подать как бы у всех свои проблемы наверно наверное часть должно быть так но я немножко по-другому да мама прыгала на трамплинах на батутах таких вот но все равно очень-очень рада действительно это самый лучший день рождения даже вот несмотря на то что я ничего вчера они снимала не вчера сколько на свой день рождения я хочу сказать что я могла только мечтать о таком отпуске сколько бы он не стоил это знаете новый опыт и я все-таки очень-очень рада что мы детей учим чему-то не только сами и чем старше они будут становиться и тем дороже нам будет обходиться отпуск потому что все таки мы оплачиваем им тоже и инструкторов и одежду и также пребывание в отеле если бы мы знали раньше то мы бы их пораньше поставили на лыжи там трехлетний возрасте потому что не нужно платить за все вот эти вот подъемники так как на данный момент мы ездим на самом таком простом на самом древнем подъемнике и он самый маленький именно для того чтобы учиться и платим за все те которые вот здесь в этой области можно сказать не только в нашем городке и там допустим есть вагончики на 6 человек и даже на 130 представляете 130 человек и есть канатная дорога по которой этот вагончик едет вот но а мы этим всем не пользуемся и там тома говорил что в горах тоже есть рестораны все удобства очень классно у нас все так простенько знаете но главное научиться дальше все перед нами пока томик занимается малыми я пришла посмотреть сауны и здесь несколько видов и он говорил чтобы я обязательно сходила на улицу очень большая сауна и совершенно никого нет и здесь фантастический аромат лаванды открываешь дверь и выходишь прямо на улицу больше такие толпы а здесь ни одной души просыпаются просто зверский аппетит хорошо что у нас рядом с домом магазина мы купили продуктам вот сделать какие-то бутербродики овощи фрукты взяли а еще кстати я забыла вам сказать как забыл я сама сразу не заметила нашем апартаменте была баночка меда очень приятно а а а а а Это наслаждение, сделать то, чего никогда не пробовала раньше и чего очень сильно боялся. Еще есть такого интересного. Пожалуйста, не смейте, что я показываю, возможно, такие для кого-то стандартные нормальные вещи, но для меня много новинку. Это отдельная обогреваемая комната, и здесь две. Нам друзья и знакомые рассказывали, что в других странах и в других курортах такое тоже практикуют, но меня это немножко удивило, ну как приятно, да, порадовало. Здесь вот обогреваемые такие вешалки для ботинок, для обуви, если что-то нужно посушить, ведь классно, правда? Особенно, если у тебя дети, и они там залезли в снег, полностью промокли. Также, чтобы не тянуть лыжи в апартаменты, все это оставляется здесь. Лавочки, скамейки, можно присесть, одеться. А еще здесь я оставляю свой шлем. Я катаюсь в шлеме, хотя один раз дом от меня снимал, когда я ехала с такой очень лайтовой горки, возвращались уже домой, и я была без шлема. Но в целях безопасности обязательно. И очки у меня также очень удобная штука, потому что, когда идет снег или дождь, или просто даже ветер или солнце, очень здорово защищают глаза. И у нас все свое, мы ничего не арендовали. Я надеюсь, наши дети не будут здесь вот спускаться, потому что мне даже страшно на это смотреть. Ой, кстати, не очень много людей. Пока каникулы не начались, еще нет толки. Томка, покажи, пожалуйста, куда мы едем. Ну, едем наверх, да. Ага, с этой стороны. Где наши дети сегодня будут? Где наши дети? Капец. Я в шоке. А пока же я еще покажу. Смотрите, если это все наша деревня, как на этой карте, один сантиметр. А тут можно просто... Один сантиметр, это, наверное, где-то 5 километров. А тут все его, посмотрите, как много. Угу. Тут вообще такой длинный. У нас 130 человек. Вагончик. То есть мы вчетвером сейчас едем. Вот здесь, видите, или сколько у нас? 5-6 человек помещается. Есть тоже с подогревом. Трясет, поэтому я по несколько раз повторяю. И погода сегодня просто неустанно повторяет, что это сказочное, сказочное место. И достаточно, чтобы присветило солнце, немного снега. И уже человек доволен, и больше ничего не надо. Игнашку тоже тут посадили. Так, потихонечку едут. Пицца, пицца, пицца. Пицца, пицца, пицца. Все, теперь шуток нет. Посмотрите, как мы высоко. Мальчишки просто герои. Томик, что случилось? Вставай. Посмотрите, какая... Томик, зубочка, там есть дюра. Блин, там такая яма, я в соке. Томик, телефон, без мучения. Намок телефон. О-о-о. И вот мы платим за билет на все эти трассы, потому что невозможно купить на нашу короткую, маленькую, для того, чтобы научиться. Вот. Я же говорю вам, что они герои. Игнат, медаль у тебя есть такая, да? Четыре часа в горах. Как вам? И плюс обед. Понравилось тебе, Нюш? Да, уставший. Я впервые на таком отдыхе, поэтому рассказываю. Может, кому-то из вас так же будет интересно. И все в новинку, как и для меня. Если у вас есть билет на подъемник, то вы также можете пользоваться бесплатным автобусом, который ездит каждые 10-15 минут. И очень часто останавливается. Много остановок в городе. Напротив нашего отеля находятся домики. Мы думали, что его тоже можно арендовать. Но насколько же мы были удивлены, что это типа как конюшня, что ли. И также видели фотографии, как здесь прям в снежных туннелях бегают животные. В этом году просто катастрофически мало снега. Нам даже местные говорили, что они просто в шоке. В этом сарае очень чисто. Видите, у животных есть и солома, также много еды. Но сейчас они прогуливаются на улице. И козочки! Козочки там! Вот так неожиданность. Наши соседи. Кони, кони и козы. Вот еще один небольшой домик, в котором живут кролики. И вот у них здесь тоже есть территория, где можно выйти на свежий воздух, отдохнуть, подышать. И также вижу, что им посадили какие-то деревья. Ну, в общем, очень ухоженная территория, конечно. А что там дальше? Пойдем посмотрим. Здесь наверняка организовывают какие-то, типа, пикники или грили. Потому что вот здесь можно сделать костер. Столики, все под крышей. Если вдруг пойдет дождь или будет светить солнце, все продумано. Это любимое развлечение Игната. Он приходит сюда и ездит на всех машинках. Кстати, я не знаю, как так получилось сейчас. Много детей. А каждый раз, когда мы приходим сюда, нет никого. Обратите внимание, какие интересные декорации на стене. Это коврики из Икеа. И они сразу же придают какой-то такой уют и оригинальность. Правда? Это комната с компьютерными играми. У нас дома нет ни приставки, даже на ноутбуке у меня нет никаких игр. И айпэда у мальчиков нет. Я не знаю, хорошо это или плохо, но здесь им разрешаем. Вот мальчики играют в какую-то войнушку. В кинотеатр можно проверить расписание и посмотреть, когда начинается мультфильм. И также в 8 часов вечера, по-моему, есть фильм для взрослых. Можно было даже не брать с собой игрушки. Вечером мальчишки здесь сидели 2 часа. Это типа как игровая комната. Можно записать сюда детей, оставить одних с воспитателями с 3-х летнего возраста. И также можно обозначить то, что ребенок может выходить сам. То есть не обязательно прям приходить их забирать. Не стану заходить сюда, заглядывать. Очень много игрушек. Также есть всякие наборы. Там вчера Захар и Игнат игрались в полицейских и пожарных. Целые костюмы здесь. И здесь есть воспитатели, они смотрят за детками. На самом последнем нижнем этаже можно что-то постирать, погладить, но уже за дополнительную небольшую оплату. Мы спросили, что это такое. Нам объяснили, что так как здесь апартаменты, некоторые завтракают, обедают или ужинают в номерах. Вот здесь можно оставить корзинку. И за евро, по-моему, или за 2 вам принесут домашний свежеиспеченный хлеб. Ну, раз в день, понятное дело, наполняют. Это все равно прикольно. Человек ест пиццу, сидит на детском сноуборде. А мама, кто конь, тянет тебя, да? Обнимашки. Обнимашки-целовашки. Разговариваем с Томиком. Это то, что мы помним с детства. Засыпанные машины. Посмотрите, вот этот домик, как из сказки, правда? Надеюсь, они будут это помнить. Тогда вырастут. Магазин региональных продуктов никого сейчас не удивит. Ну, такое я вижу впервые. Молокомат. Скажите, в ваших странах такое есть? Значит, ты приходишь сюда с бутылкой и наливаешь себе свежее молоко. 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. Или же можно воспользоваться таким бумажным стаканчиком и налить себе на один раз. Вау. Помимо этого, можно купить и биопродукты, всякие там органические. Видите, макароны. Что здесь? Йогурт. Вот ветчина, сыр, яйка. А супер, супер помес. И вообще, можно даже отдельно купить бутылку пластиковую или стеклянную. Я в восторге от такого решения. Смотрите, за 1 евро покупаешь бутылку. Куда есть бутылка оказалась? Сюда вставляешь бутылку и наполняешь ее. Бомба. Да? Я уже сказала, да, о стаканчике. Немножко местного колорита. Это такая типичная здесь архитектура, насколько я понимаю. Потому что все такие традиционные дома и отели тоже построены. С такими вот ажурными балкончиками. Это все вырезано из дерева. Видите, такие резбленные балкончики. Симпатично. Обстрел! Не дают снимать влог! Томек! Убегай! Вчера у нас был супер насыщенный день. Я зашла за лыжами. И скажу вам пару слов. Потому что вчера, когда я вернулась со взрослого подъемника, с вот этих высоченных гор, в которых я провела 2 часа, с меня, наверное, начал выходить вот этот адреналин. И к вечеру я уже почувствовала, что у меня такая физическая усталость, что мне просто хотелось лежать, молчать и не шевелиться. Это, знаете, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Когда ты, наверное, впервые едешь на машине, после того, как получила права, и у тебя нет никакой вообще поддержки, и остаешься один на один с этим куском железа. На дороге куча водителей. И это вот что-то в этом духе. Кстати, я планирую видео, в котором я расскажу о своем опыте вождения, о том, как я получала права, о том, как я научилась ездить, уже после получения прав, по сути дела, и о каких-то таких историях, которые со мной приключились за 11 лет. А именно столько я вожу. Мне очень понравилось. Но я скажу честно, что я никогда не была человеком, который любил такие виды спорта, который хотел этому научиться. Скорее всего, я это сделала чисто ради детей. И в этой поездке у меня, знаете, произошел какой-то такой культурный шок, наверное, да? Типа, знаете, а что, а можно так? А что, вот все люди так отдыхают? А я вообще об этом не знала, я никогда этого не пробовала. А что, существуют такие места? Которые, в принципе, можно себе позволить, да? Не каждые выходные ездить, да? Но раз в сезон, если поднапрячься, то можно приехать и отдохнуть. Чуточку дороже, чем в Польше, на самом деле. Потому что нам казалось, что здесь какие-то вообще просто космические цены, и что нам это не по карману. А на самом деле, в итоге, ты получаешь получше условия, лучше трассы, лучше погода. Вот, ну да, 7 часов езды, именно столько заняла у нас дорога. Но мы заправили дизельное топливо у Томака, дизель, и у нас даже меньше бака вышло. Поэтому, ну, смотря с какой стороны на это все посмотреть. Вы знаете, когда у мальчишек начнутся зимние школьные лагеря, когда они захотят с друзьями ездить, ну, здорово было бы, чтобы они умели кататься на лыжах, чтобы они были физически развиты. Ну, и также одна из причин, почему мы не поехали в Польские горы, это смог. Потому что город, вот, закопанный, все деревни вокруг находятся в яме. Вот, там нет гарантии погоды, можешь приехать и месить грязь, да, может не быть снега, и можешь кататься на мокром искусственном снегу. Знаете, дети промокают там, ну, одежда их в смысле. И все может закончиться простудой, это уже было миллион раз, поэтому я брала с собой столько лекарств. Вот, и смог там, потому что город находится в яме, часто также люди топят мусором в обычных печках, и много машин, также много туристов. Так что мы решили приехать сюда в этот раз, и оказывается, что мимо нас столько всего проходит, а мы даже не в курсе. И для меня также было, вот, знаете, очень большим удивлением. Я слышала много раз, что дети быстро адаптируются, что они быстро учатся, но что они настолько бесстрашные. Мальчики сегодня уже второй день поехали с инструктором и с их иностранной группой в горы с 10 часов утра до 3 часов дня. Это вместе с обедом. У них все происходит, и просто они есть, у них там все происходит таким образом, что они и катаются, и останавливаются, и играются тоже, и им придумывают там разные активности, типа тренер едет, и задом к ним, она едет первая, и потом, когда поворачиваются, они там должны что-то сделать, да, например, остановиться. Или еще что-то, какие-то песни там поют, и несмотря на то, что мальчики единственные, кто разговаривает на польском и на русском, им было очень весело, и тренер сказал, что они огромные молодцы, они также вчера получили медали, и они пообедали там, они не вернулись голодными, 5 часов, и сегодня они с удовольствием поехали снова. Вот, я еще покажу вам ценник той школы, в которой мы нанимали инструктора, и что касается подъемников, то тут многое зависит от того, на сколько дней вы покупаете себе билет, также имеет значение то, когда вы приезжаете, но там буквально несколько евро разницы, то есть или 56, или может быть 52 евро за день, но тогда вы имеете доступ ко всем трассам, которые мы с Томиком вам показывали, или я снимала раньше, потому что я обычно записываю материалы на несколько часов, но не все публикую, но что-то обязательно вам вставлю, чтобы вы видели, как тут развита вот эта вся инфраструктура, и если ты покупаешь также билет, например, на неделю, то экономишь, но если на один день, то для взрослого это где-то 55-54 евро, приблизительно вот так, и для детей где-то 38, для Захара, а Игнат бесплатно ездит пока что. Что-то еще из важного, я считаю, что мы его сделали очень-очень правильно, что взяли мне персонального инструктора, потому что я быстрее научилась ездить, и мне даже инструктор говорит, быстрее, быстрее едь, типа, у тебя хорошая техника, не надо так медлить, у тебя все хорошо получается, при том, что девчонки и молодые люди, ребята, да, я пятый раз в жизни, блин, на лыжах, я тут еще лыжник, и я вообще не экстремал, я очень сильно всего этого боюсь, я все так потихоньку, по малютку, да, еду, и я далеко не лыжница, не экстремалка, и это вообще не обо мне. Когда моя двоюродная сестра, там еще 15 лет тому назад, ездила на лыжи, я такая, я иду в клуб, ну, типа того. А вот для деток я все же сначала взяла бы групповые занятия, потому что это интереснее, это веселее, и как-то они быстрее схватывают, и не знаю, мне кажется, что группа, вот именно для детей, это супер классно, если бы мы заново все начинали, мы бы взяли им именно групповые занятия, а не персональные. Ну, так тоже хорошо, просто им реально было скучно, когда они один на один с тренером, еще и с англоговорящим. То есть я переводила, в общем, как-то вот в группе им очень сильно понравилось, и они быстро адаптировались, и сегодня наш последний день здесь, показываю вам цены, и на этом будем прощаться. Также в инстаграме я немножечко для вас снимала, заглядывайте, там всегда что-то интересное, и иногда информация не дублируется, то есть показываю что-то во влогах, что-то в инстаграме, поэтому присоединяйтесь, чтобы быть постоянно на связи, я стараюсь читать директ, отвечать на комментарии, в общем, жду вас и там. Взяла с собой вот этот тон, который знаменитый на в коллаген, можно спокойно не краситься, но я заметила, что если я куда-то лечу, или куда-то долго еду, где работает кондиционер, или когда меняются климатические условия, там ветер, снег, мороз, потом я перехожу в теплое помещение, моя кожа гораздо лучше реагирует, когда я наношу какой-то супер увлажняющий тон, или BB крем, и у меня гораздо меньше прыщей, вот этих шелушинок потом, и очень нравится. Я от него прям без ума, и также недавно вам показывала, вот эти новые карандашики, люкс визаж, это карандаш для бровей, причем они есть такие тоненькие, более жесткие, можно так сказать, ну, именно хороший уровень жесткости, а вот этот жирненький, и грифель у него далеко не тонкий, видите, такой, и вы знаете, очень круто прокрашивают брови, у меня оттенок тауб, он больше для пшеничных блондинок, и также он здорово фиксирует брови, даже не нужен гель, я не ожидала, что настолько круто, мне так понравится, я обязательно видео косметические буду советовать. С ценами на инструктора, здесь, конечно, не все так просто, потому что значение имеет то, когда вы приезжаете, то есть сезон, также, когда вы хотите заниматься, то есть время, с 9 до 10 часов утра, 1 час за одного человека стоит 70 евро, за каждого дополнительного человека, то есть это ребенок, может быть у нас вот так было, да, мы доплачивали 12 евро, и если вы покупаете пакет, например, за несколько дней, там тоже другая цена, но в общем, нужно все, конечно, узнавать на месте, но это хотя бы приблизительно, да, и не все часы уже доступны были, нам предложили вариант, сразу 2 часа, вот с часу до 3, и это стоило 138 евро, за один день, и дополнительно за мальчишек, мы что-то доплачивали, но я не уверена, что именно 24 евро, потому что, опять же, мы покупали сразу несколько, таких лекций, и как видите, это тоже как бы не дешево, но когда мы научимся, то будет дешевле, обходится отпуск, и для детей, это то, о чем я вам говорила, именно занятия в группах, причем набираются группы с очень маленькими, с 2 лет, с 3-4, у нас была вот эта опция, нам сказали, и за один день, это 82 евро, евро, но детей нет 5 часов, с 10 до 15, что-то там еще доплачивается за обед, мы еще не рассчитывались, поэтому точно не знаю, но так как они были 2 дня, на вот этих занятиях, ну, зато родители свободны, и детей чему-то научат, им тоже очень интересно, и, конечно, когда едешь, например, там, с друзьями, да, и детки знают друг друга, это вообще просто кайф, и вот школа, которую нам посоветовали в отеле, мы отправились сразу в нее, их есть несколько, каждый там тренируется на определенных подъемниках, у нас все было прям рядом с отелем, поэтому нам было удобно. Вы только посмотрите, кого я встретила, что это за уточки маленькие едут, и все же. There's my little one! Natasha! They VM! They're beautiful! They're beautiful! Редактор субтитров А.Семкин Спасибо, что были с нами. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.